Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоргин. Компания SkyWatcher выпустила на рынок серию светосильных рефлекторов Ньютона без монтировок, ориентированных на астрофотографию Deep Sky объектов. Эти телескопы отличают меньшие габариты и вес, а также улучшенная механика. Сегодня мы представляем Вам младшую модель этой серии SkyWatcher BKP 13065 Dual Speed. Труба телескопа небольшая, длина 585 мм, диаметр 160 мм, общий вес не более 4 кг. Поставляется она вместе с крепежными кольцами белого цвета и планкой ласточкин хвост стандарта Vixen для установки на любые подходящие монтировки. Корпус трубы свернут из черного стального листа и укреплен двумя белыми фланцами, в нижнем из которых установлена оправа главного зеркала. Юстировочный механизм главного зеркала обычный, по три пары юстировочных и зажимных винтов с накатанными головками. Главное параболическое зеркало диаметром 130 мм и фокусным расстоянием 650 мм, закреплено в оправе тремя лапками, имеет алюминиевое покрытие с защитным слоем и кольцевую центральную метку. Размер диагонального зеркала существенно превосходит диагонали аналогичных визуальных телескопов, что позволило укоротить трубу и реализовать большой вынос фокальной плоскости для установки практически любого фотооборудования. Диагональное зеркало вклеено на стальной стакан. Механизм юстировки тоже стандартный. Центральный подпружиненный винт под крестовую отвертку. Три юстировочных винта под шестигранники. Узел крепления диагонального зеркала установлен на четырех тонких стальных растяжках, также имеющих возможность подвижек при юстировке. Для этой цели используются четыре винта с накаткой, расположенных по окружности у переднего фланца трубы. Без сомнения изюминкой этой трубы является полностью металлический двухдюймовый двухскоростной фокусер Крейфорда. Для более точной фокусировки он оснащен микрофокусером с коэффициентом редукции 1 к 10. Цилиндрический корпус фокусера имеет возможность подвижек относительно крепежного прямоугольного фланца посредством трех пар винтов под шестигранники. Это позволит Вам при юстировке выставить матрицу фотоприемника строго перпендикулярно оптической оси телескопа. Для настройки усилия и плавности хода в фокусере также предусмотрена регулировка прижима подшипников и фокусировочного вала. Эти винты также выполнены под шестигранные ключи. Кроме того, имеется винт фиксации фокусировки с накатанной головкой. Максимальный ход подвижной трубки фокусера 38 мм. Работа механизма плавная, люфты и перекосы отсутствуют. Такой фокусер выдержит любое тяжелое фотооборудование, вплоть до полнокадровых зеркальных фотоаппаратов. Из недостатков конструкции стоит отметить не очень темное чернение внутренней поверхности трубы и отсутствие чернения подвижной втулки фокусера. В комплекте поставки имеется оптический искатель 6х30 с ахроматическим объективом и стандартным креплением, а также двухдюймовый обзорно-поисковый окуляр серии LED с фокусным расстоянием 28 мм и полем зрения 56 градусов. Кроме того имеются два переходника, двухдюймовый экстендер длиной 48 мм и грибообразный переходник на посадку 1,25 дюйма. Ножка гриба последнего легко выкручивается и переходник превращается в укороченный Т-адаптер с наружной резьбой М42 на 0,75 мм для установки фотоаксессуаров. Тестовые астрофото в прямом фокусе на зеркальный фотоаппарат показали хорошее качество картинки и точечные звезды примерно на двух третьих поля зрения. Ближе к краям кадра проявляется довольно заметная кома, свойственная всем светосильным ньютоном. Однако применение кома корректора от Sky Watcher полностью решило эту проблему и звезды стали довольно хороши по всему полю зрения кропнутой матрицы, а это примерно 2,2 на полтора градуса. Именно большое поле зрения является одним из преимуществ этой трубы, что позволяет получить в одном кадре такие крупные объекты как двойное рассеянное звездное скопление Хи-Аш-Персея. Или сразу несколько объектов каталога Месье, например, группу известнейших галактик М81-БОДЕ и М82-СИГАРА в Большой Медведице. Широкое поле зрения и светосила телескопа как нельзя лучше подойдут и для фотосъемки комет, одних из самых крупных и быстродвижущихся объектов звездного неба. Несмотря на значительное центральное экранирование, эту трубу можно применить и для планетной фотографии. Для этого понадобится дополнительная линза Барлоу с экстендерами. Марс мы запечатлели таким. А Сатурн, несмотря на низкое расположение над горизонтом, показал и щель Кассини, и пояса на диске и даже намеки на гексагон. Что же труба астрографа нам понравилась. Хорошее качество картинки и надежная механика телескопа заслуживают только положительной оценки и без сомнения любители астрономии будут ими довольны. Итак, сегодняшний вывод лабораторий Астроскоп. Sky-Watcher BKP-130-65 Dual Speed можно рекомендовать в качестве астрографа для протяженного дипская, а также в качестве мобильного телескопа для визуальных наблюдений самых разных астрономических объектов. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.